Добрый вечер! Благодарим всем, кто присоединился. Я во много раз говорил, что я вижу в этом большую, важную, упорную, совместную работу в том, что мы пытаемся с вами сделать, проникнуть в суть текстов пророков. И я думаю, что все уже убедились, те, кто постоянно присутствует на занятиях, что это действительно непростая, нетривиальная задача. И мы с вами, как всегда, с молитвой сердца и на устах за благополучие и успех наших воинов, за исцеление раненых, за возвращение всех пленных и захваченных. Мы с вами будем продолжать книгу Схарья, книгу очень важную, очень яркую и, как вы увидели, переплетающуюся с историческими событиями своего времени и другими пророками. И мы с вами попробуем расширить, как бы, вот это пересечение Схарья с другими пророками. И я поднимаю тогда текст с вашего разрешения. И еще одно мое обычное добавление. Я всегда все свои занятия, все свои слова посвящаю Любову Бат Михаэль Лизерсон Мешков, которая ушла из жизни два года назад и приложила совершенно невероятные усилия на протяжении 20 лет для того, чтобы сделать тексты пророков доступными, читаемыми на русском языке. В настоящий момент я готовлю к изданию перевод одной из наших совместных работ книги Хискеэля на английский язык. Очень интересно, что получится, потому что восприятие, естественно, русскоговорящей публики, русскоговорящего еврейства, но немножко другое. Должен вам сказать по секрету, что Раф Штайнзельс очень ценил русскоговорящих, их подход к изучению, к проникновению в тексты. И всегда очень отзывался тепло о русскоговорящих евреях и всех, кто пытается понять наши тексты, нашу традицию. Так мы с вами продолжаем дальше. Я напомню, такие моменты не буду повторяться, у нас был урок повторения. Пойдем дальше. В восьмом месяце Илу, во второй год царствования Дарьявиша, 32-й год до новой эры, Схарья получает пророчество, призыв построить храм. И, как мы можем с вами заметить при пристальном взгляде, призыв построить храм больше звучит в пророчестве Хагая, которое дано в этот же год. А вот Схарья, он отличается тем, что он призывает сыновей Израиля из Бавиля вернуться. Может быть, это не сразу видно, но мы потом увидим с вами это в его строках. Итак, Хагай к тем, кто в Израиле, возьмитесь за строительство храма. Схарья к тем, кто в Бавиле, поднимитесь в Израиль. Вот в год второй правления царя Дарьявиша мы смотрим здесь пророчество Хагая. В месяц шестой, в день первой месяца, было слово Бога через Хагая. Мы видим, что Хагай пророчествует раньше, обращаясь к тем, кто в Израиле. А через два месяца, когда, в общем-то, работа уже началась и ведется успешно, и значительная часть ее, можно сказать, завершена. Да, конечно, отделка храма, все это еще впереди, но уже можно увидеть здание храма, которое не было до конца разрушенным, его уже можно увидеть стоящим. И на два месяца позже, чем Хагай, говорит Схарья. Хагай обращался к руководителям народа в Израиле и сказал Хагай, посланец Бога, по посланию Бога к народу так. Я с вами, слово Бога. Очень интересно. Хагай говорит, я с вами, Схарья, как мы помним, скажет, вернитесь ко мне, и я вернусь к вам. И это тоже такая, как бы, очень значительная и характерная точка. Я с вами, говорит Бог с теми, кто в Израиле, и говорит тем, кто находится за его пределами. Через Хагай он говорит, а через Хагай он говорит тем, кто в Бавиле, вернитесь, и я вернусь к вам. Вернитесь, и я буду с вами. Я с теми, кто в Израиле, вы вернитесь, и я буду с вами. «Было слово Бога, Схарья, сыну Берахии, сыну Вейдо, пророку сказано, прогневался Бог на отцов ваших гневом большим». Пророчество, как бы, мы видим, что до сих пор не было пророчества, указывающего на то, что нужно вернуться в Израиль. Израиль были, как бы, все факты, было разрешение Корыша, был поступок всех ведущих, так сказать, мудрецов Торы, всех пророков, которые сами поднялись в Израиль, но призыва свыше не было. И вот теперь звучит призыв свыше тем, кто через Харья, еще раз, звучит призыв свыше тем, кто в Бавиле, и он начинается с того. Когда гнев Всевышнего закончился, вы могли бы сказать, что вот Всевышний изгнал нас в Бавиль, 70 лет еще не кончились, или мы точно не знаем, когда они закончатся, эти 70 лет, может быть, закончились, а может быть, нет. Мы остаемся в Бавиле до тех пор, как в наше время говорят, пока не придет Машира, пока не будет каких-то чудес, какого-то великолепного, блистательного царя, который поведет нас через пустыню. И в пустыне появятся дороги, и, как говорил Ишаягу, холмы опустятся, а долины, русла поднимутся, чтобы дорога была ровная. Мы будем ожидать этого. И вот Харья говорит, это Бог теперь, теперь, вы могли бы это сказать, да, но теперь, говорит Бог, гнев закончился. Гнев был на ваших, гнев был на ваших отцов, подавляющее большинство тех, кто в Бавиле, это новое поколение, гнев был на ваших отцов. И скажешь ты им так, говорит Бог воинств. Напоминаю, что Бог воинств, потому что это эпоха, когда все происходит с крытыми чудесами, и имя Бог воинств указывает на вот это управление мира с крытыми чудесами. Возвратитесь ко мне, слово Бога воинств, и я возвращусь к вам, сказал Бог воинств. Вы сделайте первый шаг. Сейчас не ожидайте, не ожидайте какого-то блистательного царя, не ожидайте каких-то чудес. Вам нужно сделать первый шаг, и тогда я уже буду с вами, вы увидите, что я с вами, вы увидите свой успех, увидите, как утверждается страна, не чудесами, но вопреки всем обстоятельствам утверждается прочность Израиля. Все вы это увидите, только сделайте первый шаг. Это то, что я от вас хочу, говорит Всевышний. Не будьте как ваши отцы, которым взывали пророки, первые, прежние можно перевести, говоря так. Так сказал Бог воинств, отвратитесь, прошу вас от путей ваших злых и от дел ваших злых. Пророки призывали, но вы не слушали пророков, и поэтому был разрушен храм. Вы не будьте как ваши отцы. Может быть, вы оставили там, в Бавиле их дурные дела, может быть, вы бросили идолопоклонство, но есть одно, одно то, что вы, может быть, не оставили еще. Вы не верите пророкам, вы не откликаетесь на слово Всевышнего. Откликнитесь на слово Всевышнего, он призывает. Он говорит, что гнев закончился. И не поступайте, как ваши отцы. Но не слушали они и не внимали мне слово Бога. Отцы ваши, где они? Вот к чему привело то, что отцы ваши не слушали пророчества. Можно сказать, ну, где ваши отцы? Они, естественно, они умерли естественной смертью. Подавляющее большинство из них были, кстати, люди, которые видели первый храм, и, может быть, не так мало, но подавляющее большинство ушло из жизни. Что это за вопрос? Где они? Вопрос – где их могилы? Где память о них? Где то, чего они достигли? Как Всевышний спрашивал Адама, а Ека, где ты? Когда он прекрасно видит, где находится Адам. Но Адам потерял себя. Это не тот прежний Адам. То же самое можно сказать и о ваших отцов. Где они? Где их могилы? Где память о них? Где то, что они достигли и построили? Это потому, что не слушали пророков. Не будьте, как они. Отзовитесь на призыв пророков вернуться. А пророки разве вечно живут они? Здесь предупреждение, что это последние пророчества. А призыв вернуться, он уж точно последний. Пророки не будут больше призывать. Всё, да, и пророчество будет сходить на нет. Здесь нет утверждения, что пророки исчезнут. Здесь вопрос. Потому что продолжение пророчества зависит от вашей реакции. Если вы послушаете пророков, если вы вернётесь сейчас в землю Израиля. Божественное присутствие. Я вернусь к вам, как не вернитесь ко мне. Я вернусь к вам, сказал Всевышний. И что это такое? Я вернусь к вам. Шхина. Шхина, прежде всего, это пророчество. Ощущение божественного присутствия, пророчество. А если не вернётесь? Пророки не будут вечно говорить. Но и тогда запомните это слово. Одно из последних слов пророков. Призыв вернуться в землю. Но слова мои и определения мои, которые я заповедовал рабам, моим пророкам, разве не достигли они отцов ваших? Вот так же, как вы сейчас слышите пророков, так и ваши отцы слышали. Не будьте, как ваши отцы уже было сказано в том плане, чтобы не принимать, чтобы отказываться от слова пророков. И возвратились они и сказали, как определил Бог воин поступить с нами по путям нашим и делам нашим. Так он и поступил с нами. И Схарья напоминает, отцы ваши раскаялись. Они не то, что погибли. И они могли сказать, мы были правы. Мы были правы. Пророки нас бы завели ещё в больший тупик. Нет, они погибли. Они как бы после разрушения храма, они говорили, что Иеремьяу прав, что напрасно. Напрасно было то, что мы делали. Может быть, это не все говорили, но это было общее настроение, настроение большинства. И вот в 24-й день 11-го месяца, это месяц Шиват, то есть что мы с вами видим, начали мы с 8-го месяца, а это 11-й месяц, в год 2-й царствования Дарьявиша, в год царствования Дарьявиша, было слово Бога Схарья, сыну Берахи, сыну Идо, пророку сказано. Видел я этой ночью, вот человек, ангел, едет верхом на красном коне, и стоит он между миртами, что в углублении, в глубине, можно сказать, и за ним кони красные, гнедые и белые. И это может быть центральный момент пророчества Схарья, мы о нем говорили, сейчас попробуем коротко и какие-то новые аспекты выделить здесь. Это центральный момент пророчества Схарья, может быть, это центральный момент и для всего времени после разрушения второго храма. Как к этому относится Талмуд Бавли в Масехе Ть-йома, здесь рассказывается о том, что однажды Реш-Лакиш, один из мудрецов земли Израиля, один из столпов Талмуда Иерушавми, который остался в Твери вместе с Рабью Хананом в тяжелых условиях, речь идет примерно о 250-м годе, этой эры, и работал над созданием Иерусалимского Талмуда. И вот образно говорится, что однажды он купался в Ярдаме, и он увидел Раба Барбархана, пришел Раба Барбархана, и он протянул ему руку. Раба Барбархана протянул ему руки, то ли, чтобы помочь подняться на берег с его стороны, с противоположной, со стороны Бавеля. Раба Барбархана – это один из мудрецов, который живет в Бавеле. Сказал ему, Реш-Лакиш не подал ему руки, и он сказал так, «Элаха сани леху». По-арамейски он сказал, «Бог ненавидит вас», потому что написано в Шире Шрим, «Хумаги дневная аллея Тират Кесев». «Если она стена, то мы построим на ней башню серебряную, замок серебряный, а если она дверь, то положим на нее плиту из кедра, тедровую доску». Как это понимать, объясняет Реш-Лакиш эти строчки из Шире Шрим? «Если бы вы сделали себя как стена и поднялись все во времена Эзры, во времена Эзры, это 352 год, то, что мы, те события, о которых мы говорим, Эзра скоро придет из Бавеля, то вы бы были как серебро». Что отличает серебро? Серебро, оно не гниет, то есть больше бы не было изгнаний, больше бы не было принципиальных таких проблем, духовных, по крайней мере, вы бы были как серебро. Теперь, когда вы как Далатот, здесь можно сказать, здесь есть игра слов, «делит» – это дверь, а «даль» – это и бедный, и, так сказать, небольшое количество. «Далу-даам», говорится в книге Малахиму, тех, кто Небухудницар оставил в Израиле, «далу-даам» – небольшое количество людей. А теперь вы как двери, как дверь, или вас мало пришло, избавили. «Ним шалтем ке эрис» – вы похожи на доску кедровую или на кедр, который сгниет, который гниет. Доска кедровая, она сгниет, это не серебро. Я здесь перевел для вас, я, может быть, забыл. Если вы подняли стеной во времена Эзры, то были бы похожи на серебро, которое не ржавеет, а ведь только немногие из вас пришли, и теперь вы все оставшиеся будете похожи на деревянную доску, которая лежит и гниет. Ну, и за вас, конечно, ударит и по тем, кто находится в земле Израиля. Это пророчество с Харья. Понимание мудрецов Талмуда, основной нашей книги, основной, скажем, основного труда, в котором нашла отражение, устная традиция, которая тянется с горы Синай. И мы видим, что Реш-Лакиш через много лет после этих событий уже второй храм разрушен. Он обращается к рабу Барбархана, который до сих пор в Бавиле, и он видит в нем продолжателя тех, скажем, идей, тех веяний, и, может быть, тех чаяний, которые были у евреев, оставшихся в Бавиле, в Вавилоне. Напоминаю, что Вавилон-то уже нет, нет и есть Персия, но сыновья Израиля по старой памяти называют место своего проживания, там в Галуте называют Вавилон. Это просто нам для ориентира. И он видит в нем продолжателя этой тенденции оставаться за пределами земли Израиля, считать, что не настало время, что везде можно жить. И он говорит ему, Всевышний ненавидит вас. Так воспринимает Реш-Лакиш. Вы можете сказать, что это крайнее мнение, человек таких крайних взглядов. Все может быть. Но это мудрец Талмуда. И он не один такой. Его учитель Рабио Ханан также относился к тем, кто живет в Бавиле. Он совершенно не понимал, почему они там остаются. Совершенно не понимал, откуда они черпают жизненные силы. Что им дает жизненные силы? Жительные силы для сыновей Израиля в земле Израиля. Он, может быть, не высказывался так резко, как Реш-Лакиш, но точно так же смотрел на тех, кто остался в Бавиле в его время, в 250 году, опять же, видя в них проблему, которая тянется со времен Эдзра. Как мы говорили, когда, и мы здесь видим, что когда поднялись в свое время Короши, еще можно было о чем-то говорить. Еще можно было о чем-то говорить. Остались, Бавили, да. Но когда уже построили храм, и было видно, что успех сопутствует тем, кто поднялся в Израиль, несмотря на тяжелейшие условия, в тяжелейшие условия, успех сопутствует им. И вот звучит призыв пророков, и все равно не идут. С Эдзрой поднялись очень немногие. Вот они вот еще немного, они поднимутся. Эти немногие придет Эдзра. И вот теперь это мы видим, мы читаем, читаем это пророчество о красном коне, так как мы с вами говорили, оно означает, что Всевышний хотел весь мир превратить в ночь, забрать свой свет просто. Ни радости, ни понимания, ничего бы не было, ничего бы не было в мире. И он бы пришел к своему концу без света Всевышнего, который постоянно присутствует, пусть в скрытом виде, но он нас не оставляет. Свет, прямая связь с Творцом, свет, первозданный свет, прямая связь с Творцом, он скрыт, но все-таки он касается нашей души. А так он бы забрал его, и все бы пришло к своему концу. Но что, как говорилось в трактате Брахо, то, что мы с вами уже цитировали, что Всевышний посмотрел на Ханань и Мишаэля Азария, и успокоилось его сознание, он не стал забирать свет из мира Ханань и Мишаэля Азария. Это за 70 лет примерно до этих событий какое-то отношение имеет к сейчас, к этой ситуации. Понятно, какое. Если в народе есть такие силы, как Ханань и Мишаэля Азария, если не все склонились перед золотой статуей, то есть надежда, как бы у Всевышнего есть надежда, что все-таки ситуация решится и поднимутся в землю Израиля. Пускай не все, но такие самоотверженные люди, как Ханань и Мишаэля Азария, совершат исход, и начнется новая эпоха, эпоха второго храма. Дальше говорится, что за этим красным конем, кони красные, сейчас давайте мы с вами проверим. Вот, видел я этой ночью, вот человек, ангел, едет верхом на красном коне, напоминаю, красный конь, мера суда, ангел, который на нем сидит, он сдерживает эту меру суда, благодаря Хананье, Мишаэля Азария, и стоит он между миртами, стоит, не продолжает двигаться, вот так бы эта мера суда достигла бы Иерушалаима, и оттуда пошла бы уже мировая ночь, так сказать, что в углублении стоит он в Бавиле, как говорят наши мудрецы, Бавиле это углубление и за ним, кони красные, гнедые и белые. Да, вот, и Схарья просит, да, просит ангела разъяснить ему, что означают эти видения, кони красные и кони красные гнеды и белые, он просит разъяснить, потому что, видимо, красного коня, как глобальный принцип, он понял, а вот что означают эти кони, которые разбегаются в разные стороны, и как бы из-за спины этого красного коня, на котором сидит человек-ангел, мера милости, да, и сказал я, что эти явления означают. Это характерно для Схарья, потому что это конец пророчества, и он, можно сказать, да, ему трудно, трудно понимать пророчество, это не значит, что он слабый пророк, да, но время такое, и пророчества очень сложные, и мощь пророка сама, она уходит постепенно, и он постоянно обращается к ангелу для того, чтобы получить разъяснение, что это он увидел. Если Иеремияву Всевышний спрашивал, что ты видишь Иеремияву за 40 лет до разрушения храма, и тот ему говорил, что я вижу, и Всевышний говорил, хорошо, ты увидел, а Иеремияву справлялся. Здесь после изгнания Схарья трудно справляться с теми пророческими образами, которые ему открываются. И сказал мне ангел, говоривший со мной, я покажу тебе, что они, эти явления, означают. И отвечал тебе человек, стоящий между миртами, и сказал, он видит, что человек, который между миртами, на коне, он начинает говорить, и он обращается ко Всевышнему, которого не видно, это те, которые Бог послал пройти по земле. И ответили они ангелу Бога. Я, может быть, немножко здесь вас сбил сейчас еще раз. Человек, который сидит на коне, дает ответ Схарья, и он говорит, это те посланники, которых послал Бог пройти по земле. Зачем послал пойти по земле? Тут мы увидим, что есть пласт открытый, есть пласт несколько завуалированный. Зачем посланники расходятся по земле? И ответили они ангелу Бога, стоявшему между миртами, и сказали, прошли мы по земле, и вот вся земля пребывает в спокойствии. Что это значит? Что сыновья Израиля, которые разбросаны по самым странам, по разным странам на самом деле, уже и в период павелонского изгнания, как говорит Еремияву, в Иха Галта, Иуда, Меоне, Умирова вода, Иуда ушла в изгнание из-за бедности, и из-за тяжелой работы, то есть сыновья Израиля не могли удержаться в Иуде в последний период правления Юакима, и они уходили в другие места, в том числе и в Египет, и где создавали свои поселения, свои города, которые на протяжении истории второго храма были известны. – Равзеев, прошу прощения, что я вас перебиваю. – Пожалуйста, да. – Получается, что в этой сцене, очевидно, я что-то неправильно понял, что получается, что в этой сцене участвуют трое. Один – это вначале, говорится, ангел, сидящий на красном коне, это мера суда. Сейчас уже идет речь, Итем, о том, что сидящий на коне ангел – это мера милости, а к тому же еще есть человек, который стоит между миртами. Очевидно, все-таки их не трое, а может быть, я неправильно понял. – Я старался подчеркивать это все время, может быть, это мое упущение. Еще раз. Красный конь – это мера суда. Человек, который на нем сидит, он же ангел, как это часто бывает, что ангел называется человеком, мы сможем вспомнить с вами борьбу Якова, он борется с человеком, то есть начинает он бороться с человеком, а потом он понимает, что это ангел. И то же самое и здесь. Ангел и человек – это одно. – Одно и то же. В начале книги Даниэля мудрецы, навыкуднецары, которые разбираются в духовном мире, они тоже ангелов более низкого уровня, по их представлению, называют ишим – люди. То есть это и есть этот момент, что ангел может быть назван человеком. – Понятно, с этим ясно. – Он был человек, теперь он как бы стал ангелом и воспринимается как ангел. Вижу я его со стороны, ну, человек, хорошо, человек сидит на красном коне, это видение. Теперь, когда он заговорил, и он поясняет, он ангел. То есть отношение пророка к нему и невозможность того, кто поясняет, со стороны духовного мира назвать человеком, как он называл его раньше. Так что у нас красный конь мира суда, ангел, который сидит на нем и сдерживает его, и который назван будущим человеком, это мера милости. И вот он говорит как мера милости. Он просит милости у Всевышнего, он со стороны милости, а сидит он на красном коне. Красный конь молчит, конечно, естественно, он как бы не говорит. Он просто хочет продолжить путь для того, чтобы превратить весь мир в ночь. А ангел его сдерживает. Вот эта картина. Как-то разобрались немножко? Да, с этой стороны, да. Но дело в том, что получается, что ангел, сидящий на красном коне, сначала он является, символизирует меру суда, а здесь он уже символизирует меру милости. Это один и тот же ангел. Это один и тот же ангел, но я прошу вас разделить коня и человека, который на нем сидит. Конь красный, человек, конь красный, он как бы животное. Нет, я не смешиваю их, это всадник в общем, скажем так. Всадник в одном случае и в другом случае. Ну да, но они отображают две сущности. Конь в меру суда, раз, два. Ангел, который сидит на нем, он отображает меру милости и он сдерживает эту меру суда. Ах, конь, не ангел в меру суда, а конь. Да, да, да. Потому что он, иначе, было бы очень трудно и непонятно, если бы он начал говорить слова милостивые и слова утешения. Понятно, понятно. Тогда понятно. Я старался отобразить это в книге Схарья с тем комментарием, который составил. Могу поделиться с вами, что у меня был тот же вопрос, что и у вас. Я очень долго ломал голову, пока не нашел вот эту зацепку, что их нельзя воспринимать, как одно целое коня и того, кто сидит на нем. Хорошо, можем продолжать дальше. И вот этот ангел, он говорит, это те, которых Бог послал пройти по земле. И ответили они ангелу Бога, стоящему между мирами, и сказали, прошли мы по земле, и вот вся земля пребывает в спокойствии. Нету препятствий для того, чтобы сыновья Израиля, принципиальных, по крайней мере, препятствий, на данный момент сложили все условия, чтобы они вернулись из всех стран, включая Египет, чтобы они просто вернулись для того, чтобы продолжить строительство храма. Несколько нам непонятно, если у них одно и то же сообщение, да, то почему эти кони разного цвета, а те, кто на них сидят, они, опять же, наверное, похожи друг на друга, или это не так важно, о них ничего не говорится, а вот кони, они разного цвета. Почему? Они говорят одно и то же. «И отвечал ангел Бога, вот я пометил здесь в скобках, на коне мира милости, и сказал, Бог воин, доколе ты не смилуешься над Ирушалаемом и над городами Иуды, на которые гневаешься ты уже 70 лет?» «И ответил Бог ангелу, говорящему со мной словами добрыми, словами утешительными. Все хорошо, мы понимаем, да, гнев Всевышнего кончился, гнев Всевышнего кончился, и мера милости, так сказать, уговаривает Всевышнего, уговаривает Всевышнего отстроить Ирушалаем, он соглашается, но, опять же, почему разноцветные кони? Еще, может быть, одно предложение, мы постараемся с вами этим заняться. «И сказал мне ангел, говоривший со мной, провозгласи, говоря, вот он пророку говорит, так сказал Бог, разгневался я за Ирушалаем и за Цион гневом великим, и яростью великой гневался я на народы беспечные, ибо гневался я мало, а они усиливали бедствие». То есть Всевышний говорит, что «мой гнев на народы». Тот гнев, который был на вас, он, этот гнев назван «кетсев». «Кетсев» – это одно, как сказать, это не синоним, а аноним, да, одно и то же слово, с пеной, морская пена, да, и не случайно выбрано это слово для того, чтобы сказать, что «мой гнев на вас», он был как пена, да, как пена вскипела и прошло, да, а вот здесь теперь говорится о гневе на народы, да, для того, чтобы, опять же, успокоиться новей Израиля, что гнев на них прошел, а гнев на народы, за разрушенный Ирушалаем, не прошел. Где же я здесь, вот, я пометил для вас, смотрите, здесь, кони красные, да, которые выходят из-за спины главного коня, да, это мера суда. На кого обращена эта мера суда, да, на народы мира? Да нет, они сейчас не интересны Всевышнему. Решение построить Ирушалаем уже принято, естественно, принято, да, что их сейчас судить, да, определять им наказание? Наказание – это не битье палкой, не битье палкой по голове даже для народов мира. Наказание, оно, можно сказать, нету наказания, есть исправление. Если что-то может исправить народы, то им посылаются те или иные испытания. Если нет, так пусть они, то они просто орудия в руках Всевышнего, да, вот, и этот красный конь – это мера суда по отношению к сыновьям Израиля, да, что они проверяют, красные кони, да, или на что они реагируют? Смотрят на тех, кто прикладывает усилия и приходит или готов прийти, да, вот, и тогда мера суда, она смягчается, да, то есть мера, мере суда было поручено смотреть, есть ли те, кто придут, как Ханания, Мишаэль и Азария, есть ли их последователи, или только последователи, последователи тех, кто склонился перед золотой статуей, посмотрите, да, они смотрят, видят, те, кто придут, да, и мера суда, хотя бы кто-то, хотя бы, чтобы был поток какой-то, хотя бы, чтобы идея не умирала, да, говорят кони, да, вот, есть, есть такие, есть такие люди, которые придут. Гнеды, это как бы средняя линия между, тут, я сейчас не помню, как это, как получается, но у комментаторов, это гнеды, это пятнистые кони в яблоках, черные с белым, да, черные с белым, это средняя линия между судом и милостью, они смотрят на тех, кто не приходит, так как трудно, так как трудно подняться, да, средняя линия, она обращает внимание на тех, кто хотел бы прийти и мог бы прийти, да, но есть трудности, и трудности его задерживают на месте, да, и вот средняя линия, она всегда клонится, средняя линия всегда клонится в сторону милости, да, и вот она требует милости для тех, кто не приходит, потому что ему трудно. Есть белые, да, мера милости, да, ей было внимание, ей было поручено обращать внимание на тех, кто может прийти и не приходит, кому не трудно, просто может подняться, у него достаточно средств, у него есть ослы и верблюды, для того, чтобы погрозить на них свое имущество, они могут нанять и охрану, и прийти в Иерушалай, им они не приходят, да, и вот к ним приходят белые кони, да, для того, чтобы просить перед лицом Всевышнего милости ко всему народу, милости ко всему народу, в котором есть такие люди, то есть, как бы все, все здесь перевернуто, иначе не было бы в этом смысла, да, то есть, желание Всевышнего построить храм, желание Всевышнего построить храм, поэтому мера суда, она смотрит не на тех, кто не придет, да, чтобы ударить под ним, наказать их, да, нет, она смотрит на тех, кто прикладывает усилия, и ей поручено смотреть на тех, кто прикладывает усилия, прийти ко Всевышнему и сказать, есть, есть те, кто придут, еще все, еще не иссякла, еще не иссякла эта струя, не иссяк этот поток, придут, придут, вот, и так как бы все здесь перевернуто, вместо того, чтобы мера суда смотрела на тех, кто не приходит, она обращает внимание, на тех, ей поручено смотреть на тех, кто придет, это кони, которые выходят из-за спины, из-за спины главного красного коня, тоже нам сказать, что разобраться здесь очень, очень трудно, очень часто берут пророчества в сторону, скажем, событий, что произойдет, что будет, какие будут дальше изгнания, когда они наступят, когда они кончатся, да, этот разговор, он может быть интересный, может быть полезный, но, на мой взгляд, почти бесполезный, потому что в пророчестве нужно увидеть не событийную сторону, а то, что обращено к нам, то, что обращено к нашей душе, призыв, который обращен к нам, чтобы мы помнили, чтобы мы помнили, что есть гнев Всевышнего, и только по своей милости он свой гнев, он глаза, как бы, глаза этого гнева, если так можно сказать, он обращает на тех, кто придет, и возвращение – это центральный момент, это центральный момент, и Всевышний, как бы, делает, если так можно сказать, все для того, чтобы сдержать свой гнев. Вот. Пробираемся дальше. Мы видим, что ангел говорит, то к небе в 70 лет, и Всевышний говорит, что гнев его успокоился, а вот народы, гнев на народы мира он не прекратился. Как это понять? Ибо гневался я мало, а они усиливали бедствие. Можно сказать, что у человека есть свобода выбора, и Всевышний определил одно, наказание, а народы мира его усилили. Это не совсем проходит, потому что мы понимаем, что мера наказания, она определяется строго по той мере, которую определил Всевышний, по мере суда, и не на миллиметр, не на миллиграмм больше, потому что суд – это основа всего существования мира. его не всегда видно, он может быть скрытым. Суд небес может участвовать разные обстоятельства, например, мысли человека, то, что земной суд не учитывает, но суд никто никогда не отменял и не изменял. поэтому нельзя сказать, что народы добавили свою силу, выплеснули больше, вот, так сказать, из-за антисемитизма, они уже воспользовались ситуацией и мучили, издевались, сколько они хотели. Нет, речь не об этом, речь о том, что да, они были избраны как орудие наказания. Некоторые из них понимали это, но выходный царь понимал это и боялся, он понимал, что тому, кто стал орудием наказания, ему тоже может не поздоровиться, так сказать, не от хорошей своей жизни, не от своей праведности он был избран орудием наказания, Небузрадан понимал это, очень хорошо понимал, вот мы говорим о древнем мире, там представления были совсем другие, вера во Всевышнего была и у идолпоклонников тоже, своя, по-своему, но она была, здесь речь идет о том, что получали удовольствие, были рады, были довольны, и в этом было и дополнительное, можно сказать, незапланированное наказание для сыновей Израиля, потому что больно, когда радуются твоему бедствию, когда радуются твоему бедствию, не только страдания, но еще и радость врага твоему бедствию, вот, ты видишь, что он радуется этому, это то, что здесь имеется в виду, и Всевышний говорит здесь не для того, чтобы сказать, не для того, чтобы научить правилам суда своего, это сыновья Израиля и так должны знать, а для того, чтобы объяснить им, что гнев его на народы мира велик, и он не прошел, и несмотря на то, что они были орудием наказания в его руках, он не считает, что они сделали свою работу и достойны какого-то вознаграждения, ни в коем случае, только наказание, только наказание, вот, поэтому так сказал Бог, возвратился я к Ирушалаиму с милосердием, дом мой построен будет в нем слово Бога воинств, и шнур строительный простерт будет над Ирушалаимом. Еще провозгласи говоря, так сказал Бог воинств, еще распространятся города мои от добра, и еще утешит Бог Цион и изберет еще Ирушалаим. Утешение Нехама и Нахэм на иврите утешить иногда очень трудно и даже невозможно. Утешение здесь имеется в виду в том, что можно показать путь, можно показать будущее, что несмотря на произошедшую трагедию, которая всегда останется раной в сердце и человека, и народа, несмотря на это, есть возможность продолжения пути, продолжения пути. Поэтому Ленахэм утешать и вести, указывать путь, это тоже аноним, одно и то же слово. Утешить это указать путь продолжения, утешит бог Цион, то есть покажет ему будущее и изберет еще Ирушалаем. Здесь очень интересно, что избранность Ирушалаема пропала. Нет, по крайней мере, Рамбам утверждает, что святость Ирушалаема вечна, и она никуда не ушла, даже после разрушения храма, ни первого, ни второго, но это же не видно, народы это не видят, Ирушалаем до сих пор лежал в развалинах, сейчас храм едва отстроен. Мы с вами посмотрим в следующий раз, может быть, в книге Нехемия реакцию сыновей Израиля, когда они увидели этот отстроенный храм, одни радуются, другие плачут, для тех, кто помоложе, они радуются, потому что для них это успех, те, кто постарше, они плачут, потому что они помнят первый храм, и они видят, как бы для них это жалкое зрелище, просто жалкое зрелище по сравнению с тем служением, которое было в храме, тем великолепием и тем ощущением божественного присутствия, которое было в храме, просто какая-то, скажем, нищета, нищета духа, просто то, что они видят, они плачут, вот, и эта избранность Ирушалаема, она не видна, он избран, но это перед лицом, глазами Всевышнего, Всевышний, раскроет и покажет эту избранность Ирушалаема, и это утешение, указание пути для сыновей Израиля должно придать им силы, чтобы продолжать свое дело, и в конечном итоге помнить о том, что они должны повлиять на весь мир. у нас еще есть, может быть, несколько минут, вот, и мы начнем следующую тему, и поднял я глаза свои, и увидел, и вот четыре рога, да, ангелы сказали, что все спокойно, вот, пророк волнуется, он видит силу народов, что произойдет дальше, да, уже есть, уже были попытки остановить строительство храма, нападения, Ирушалаем без стены до сих пор, и разбойники ночью могут ворваться, убить кого-то, и скрыться безнаказанно, да, вот, что-то не похоже, эта картина, о которой говорили, которую принесли, так сказать, которую же сказали посланники, вышедшие из-за красного коня, что-то она не похожа на действительность, да, вот, и если это сейчас так, да, ну, хорошо, Всевышний обещает защиту, а что будет дальше, да, что будет дальше, вот с такой отправной точкой, да, слабенькой, может быть, храм будет, может быть, храм будет сразу разрушен, может быть, продолжение, может быть, не будет будущего, может быть, Всевышний что-то будет делать, поставив еврейский народ в стороне, как это все будет, и тут приходит пророчество, но, как всегда, пророчество это ответ на вопросы пророка, волнение пророка, и поднял я глаза и свои увидел вот четыре рога, и сказал я ангелу, говорящему со мной, что это, что это такое, что эти, что они означают, и сказал он мне, это рога, которые рассели Иуду, Израиль и Рушалаем, да, ты совершенно прав, в мире продолжают действовать силы, которые в прошлом разрушили Иуду, разбросали Израиль, разрушили Ирушалаем, да, эти силы никуда не делись, вот они торчат, как рога, да, с четырех сторон, и показал мне Бог четырех мастеров по железу, да, хорошим, тех, кто умеют пилить железо, да, вот я здесь сделал поняту, пометки, как это можно расшифровать, сейчас, может быть, мы попробуем, и сказал я, что пришли делать мастера эти, и сказал он так, это рога, которые рассеяли Иуду, так что никто не поднял головы своей, они были настолько сильные, что им нельзя было сопротивляться, и пришли мастера эти ужас нутих, мастера, да, со стороны еврейского народа, они пришли, они пришли, чтобы испугать, да, может быть, не победить окончательно эти силы народов, действующие с четырех сторон, но они испугают их, сбросят рога народов, они обломают им, так сказать, рога, отпилят эти железные рога, рога народа, поднявших рог на землю Иуды, чтобы рассеять ее. Давайте здесь я приготовил вам дальше большой рассказ и параллели с книгой Даниэля на это пророчество, но давайте мы сейчас остановимся и попробуем обсудить тот материал, который мы с вами просмотрели. Пожалуйста, я останавливаю, нажимаю стоп-шер и жду ваших вопросов. У меня на все раз, если позволите, не вопрос, а реплика. Пожалуйста. Значит, более двух тысяч лет у нас нет пророчества пророков, однако можно воспринять события, которые происходят на наших, можно сказать, глазах с 48-го года в Эр-Сесрое, это осуществление вот этих пророческих слов, они у меня просто в ушах звучат. Вернитесь ко мне и я вернусь к вам. Вот постепенно еврейский народ возвращается в землю Израиля и Всевышний протягивает ему руку в виде чудес, которые происходят начиная с, предположим, с войны за независимость и далее, 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 далее. И, так сказать, понятно, что все это сопровождается и тяжелыми событиями, безусловно, все не так гладко, но тем не менее вот это пророчество как бы вот сейчас осуществляется, по-моему, с моей точки зрения. Вернитесь ко мне и я вернусь к вам. Я полностью с вами согласен. Хочу только с вашего позволения одно уточнение. Вот это вот постепенно это большая проблема, как мы видели реакцию Реш-Лакиша и его цитату из Широ-Ширим «Песни песней», что подниматься нужно стеною. Как только есть возможность, нужно сразу подниматься стеною. Это если нет возможности подниматься стеною, значит, по одному редким ручейком, тонким потоком, но если есть возможность, надо подниматься сразу. Об этом говорил и Рамхаль, и об этом говорил вильнюсский Гаон. то, что говорят мудрецы в Талмуде, Раби Абба говорит так, нет у тебя более верного признака, чем цветение земли Израиля, верного признака окончания изгнания. Что это означает, какой признак, зачем нужен признак? Это тот момент, который вы подчеркнули, пророчества нету, и поэтому мудрецы говорят тебе так, обращаются к тебе и говорят так, пророчества нет. Но если ты видишь, что земля Израиля цветет, то есть в ней складываются возможности для проживания, может быть, не роскоши, но есть возможность проживания, в ней можно, она цветет, то это признак окончания изгнания. Не ищи других признаков, не ищи Машеха из того или другого течения, не вдавайся в споры, кто будет Машех, Меснагед или Хасид, не упирайся, скажем, глазами в какие-то личности, не объявляй их Машехом. Есть возможность жить в земле Израиля, твоя обязанность, приезжай, потому что Всевышний дал тебе знак в условиях, когда нет пророчества. Это вот такая сильнейшая посылка этой фразы, которую часто цитируют, но не вскрывают ее смысл, как бы, как галахи, как бы продолжение пророчества. И еще раз хочу сказать, что вся проблема это потихоньку. Когда есть возможность подняться в землю Израиля, надо подниматься. Если нет, то, как вы правильно сказали, с этим все идет не так гладко. Это зависит от желания сновей Израиля подняться в землю Израиля, насколько гладко все пойдет. И я до сих пор уверен, до настоящего момента, если сейчас евреи по той или иной причине, может быть, испытав давление в разных странах, встанут и приедут в Израиль, все изменится в лучшую сторону. И как бы, ну, как сказать, на материальном уровне, и на духовном уровне, и чудеса произойдут, что угодно. Поэтому, когда я был, бывал за границей, скажем, да, и меня спрашивали, скажите мне, какая главная проблема Израиля. Я всегда говорю, главная проблема Израиля это вы, да, то, что вы здесь сидите. Окей, нет, и мы видим, да, что это посылка, возвращение, тем более, когда есть физическая возможность вернуться, это и звучит она и в пророках, и она передается через мудрецов Торы, через Талмуд, и все остальные посылки, все остальные посылки, что можно оставаться, пока не придет Машия, что еврею надо жить там, где лучше изучать Тору, и так, что земля Израиля, она в сердце, или земля Израиля, она повсюду, а придет Машия, вся земля будет святой, зачем ехать, и так далее, все это наносной пласт, нечистота, нечистота, которую поражает, нечистота мысли, нечистота, может быть, не только ритуальной, и когда говорят, что основе Израиля опустились на 49 ступеней чистоты в Египте, то имеется в виду их понятие, представление о Боге, об окружающей среде, о человеке, это нечистота, то есть и то же самое Галут, как утверждает Раф Кук, он порождает нечистоту мысли, так вот, это порождение нечистоты мысли мысли Галута, все эти идеи. Окей. Я прошу прощения за длинноты, но есть какие-то моменты, которые очень хочется прояснить, особенно сегодня. Когда ты произносишь такие речи, как где-то на занятиях по Зуму или еще того хуже в Москве, когда я был, то над тобой в общем-то смеются, фактически смеются. Ситуация та же самая, немножко в другом ракурсе, но как она всегда была, так она и остается. Простые вещи, простые посылки не воспринимаются. Окей. Есть что-то еще, что хочется спросить, добавить, дополнить? Огромное спасибо. Вот просто огромное... Каждый раз меня теперь это глоток кислорода. Вы говорите такие вещи, которые от сердца к сердцу заходят. Спасибо большое. Я очень рад. очень рад. Я вас понимаю. Я тоже, может быть, не сразу нашел эту как бы линию нашей традиции, вот такую безусловную, безоковорочную связь с землей Израиля, но нашел ее, искал долго, нашел и готов с вами поделиться. Не шарков. Хорошо. Окей. Спасибо, Равзиев. Второй раз материал прорабатываю и все равно новое все. Спасибо. Ну, как и Тора. Как и Тора, сколько не читаешь. Сразу видишь новые грани каждый раз. Спасибо всем. Спасибо вам огромное. Спасибо. Окей. Всем спасибо огромное. Равзиев, спасибо. Натану тоже. Натану спасибо. Окей. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго. И успехов всем. Благополучия, здоровья, успехов. Дай Бог. Аминь.